Весельский проект Александр Солженицын связывался с надеждами на православную церковь, где обращение народа к вере, не принимая в расчет ни служил интеллигенции образовательному, ни перспективу возрождения интеллигенции как народного представительства будущего. Горчев видел будущее страны иначе, и, как сказал опыт, замечательной точностью. Он писал, что интеллигентность бы предложила прежде всего открытое и полное осмысление действительности. Проекты, построенные на вере и надежде, свидетельствуют лишь о том, что у человека отказывается мыслить, существует суеверный страх перед светом мысли, потому что знает мысль обнажить непределенность существующей картины жизни, а этому он психологически не подготовлен. Перестройка, прелюдия революционного процесса, началась с гласности. То есть, люди говорят, это полное переосмысление. Это можно вспомнить, насколько, как гласность отдельно, такое огромное количество литературы было выкинуто сразу на улицу. Это невероятно. То есть, это и спецхраны устрашались, и в одно и шло вход, и то, что было запрещено, и самоиздат. И все это печатало, сколько раз, то, что страна закрывалась, когда запрещено от этой литературы. То есть, он видел вот этот ход. Задуман. То есть, это и все похоже на позорный план действий, вырождающихся интеллигентности. Георгий Михайлович Фривгендер в круге общения Ирины Грачева одновременно занимался граммами местных. Кто мог, да, Грачева, воспринявшую традицию русской интеллигенции, мог быть более интересен, чем известный знаток русской истории литературы, чьими руками готовы свои знания полного собрания сочинений Федора Толстого. Ну, он был в важной фигуре в Пушкинском доме. Кто такой Федор Толстой? Федор Толстой-то и оговорился, или это Толстой-американец? Достоевский. Это полное собрание, потому что тогда было веселье, люди не спали на очаре, стояли осенью. Поэтому, ну, вот, он очень общался. Одно, когда они были очень привязаны, ну, в ходе того, что, ну, ребята, намещал его в больнице, а вот почти каждый год, какое-то время он в больнице. Он приходил к нему домой, когда как-то нужно было хук наклеить, он помогал, хук наклеить, что-то, на зиму. Там были близкие отношения. Вот. И вот у них такие отношения. Вот их беседы в Пушкинском доме на тему русской интеллигенции, православия, этики продолжались во время прогулок по набережной Неве-Малевы. В САЭ «Интеллигенции больше нет» нашли место темой дискуссии с предметров. Текст был дан ученому на прочтение, на прочтение. Ученый отозвался на него письмо. Прочитанное письмо в больнице вызвало у Грачеву острую реакцию. Их отношения прервались. Через восемь лет, наткнувшись на это письмо в сердце и бумаг, Грачев не удержался и написал ответное название. Да, это потом. Можете себе представить, какой шок я испытал в ваше новоучение. Значит, в чем же там дело? То есть, он назвал вот это все сочинение интеллигенции для через лет, это, во-первых, это расширенный эгоизм. Вот авторасширенный эгоизм. Вот. И частное обращение к частному лицу. То есть, это все равно частный характер. Там, значит, так. Да, он к частному значению, к частному лицу, к частному лицу, к частному лицу. И личное отчаяние. И расширенный эгоизм. Ну, кто же такой расширенный эгоизм? Если так перевести. Почему можно назвать то, что он писал, так расширенный эгоизм? Ну, в самом деле, почему? Потому что он пишет не о личных проблемах. Человек, когда писал о личных проблемах, он бы обращался в свои личные проблемы. Но поскольку он берется выступать за других, то это его эгоизм. Он расширил этот эгоизм. Он начинает распространяться, и когда целую страну, давлят целый народ. То есть, вот это. Вот такое смешение. Но ты же один. Ты признай свою реальность. Вот, вредя нам. И вот, понимаешь, в окнахе? Я же нет. Я шучу, я делаю. Он может очищать, по-моему, свою, так сказать, диспособность и все такое. Но это совершенно другое точки зрения. Тогда получается следующее. Получается так, что если это расширенный эгоизм, который занимается проблемами в обществе и широкими, то тогда человек, который занимается только чатными проблемами, так вот такой ферестер, а потом такой вещами. Как еще назвать? Но это очень интересный конфликт. вот как в отношениях с этим видом. Это конфликт очень интересный. То есть, это вот обмен дезинфицированным, который, по-моему, так он не послал. Это значит вступление в диалог двух культурных средств. Это одна среда академическая, обеспеченная, так и иначе, советской власти, заработкой, местной и так далее, и так далее. И есть другая интеллигенция. Другая интеллигенция. Эта интеллигенция представлена в лице вот, скажем, Грачева, Солженицына, там, Саверова. Это совершенно другая интеллигенция. Который, вот этот эгоизм расширен и хвастает до того значения, которое они заняли в нашей истории. Друзья, время уже очень много прошло. Я постараюсь сейчас выйти на финал. Ну, у него-то вдруг так прорезалось в конце это, видимо, связано с общением с своими друзьями, которые работали в Пушкинском доме. Он там был не только в Союзе Бедрова, но он был и с другими знакомыми, и с довольно близких отношений. Он пользовался библиотекой Пушкинского дома. Так что, мне кажется, что это от Пушкинского дома, у него появилась вот эта нота народная... Как это можно назвать? Это можно... Поченично. Это как вы говорите. Анастеревская вот эта такая Почница, она такая появилась. Вот он пишет, как говорит, осмысление национального опыта, это значит понять, что русская девушка пережила все мыслимое, пережила все мыслимое и немыслимое. И вот в эссе, значит, он писал, недомыслие всех остальных народов Земли обнаружил нашу горькую издальность. Такая ролика. В этом эссе, помимо выражения надежд, не оправдавших себя, Грачев предсказывает глубокие перемены, ожидающие Россию. И как следствие, ожидающий запад. Он писал, никогда еще мир не был так тесным. Никогда еще тайной надеждой на спасение не была такой всеобщей, практически общечеловеческой. Судьбу России он предсказал пророчески. У нас осталось 15-17 временных лет, чтобы избавиться от унии смерти и избавить от нее весь мир. Еще не поздно. Еще не поздно. Что случилось через эти сроки? Ровно через 17 лет Россия подала сигнал миру о начале исторической трансформации страны. Закончившей политикой гласности четвертой российской революции совершенной новой российской телегенции и которая по праву должна войти в историю по названию революции культурной. Закончившая смертельная конфлистация двух систем. Точно. Капом. Представить себя, посадить себя со стола в то время и чтобы с такой вереской говорить там конкретно где она 15-17 значит иметь в голове какой-то ход какой-то интуитивный какой-то ход вот это свой свойство гениальности, я считаю. Так Ревников предсказан там еще что-нибудь сказали очень-очень. Ну, здесь получилось, значит, обладать подходит к концу. Значит, после выхода из больницы Грачев всегда продолжал попытки найти применение своего таланта. Последняя такая попытка это решение поступить в аспиратуру Петербургского института музыки и литературы по специальности киноведения. За пять лет, за пять дней он пишет реферат Антониони, фильм Крик. Творчество Антониони он рассмотрел в контексте современных культурных проблем. В итальянском кино он отметил два направления. Одно, он соотнес твое творчество Феллини, проник только чувством настоящего, непосредственной нравственной действительности. Второе, творчество Антониони, в фильмах которого действительно представлено не в чувственном частном опыте, а в историческом развитии. У него, писал Грачев, была цель восстановить права историзма подхода к новой эпохе. Историзм в эфирате понимается как отказ от принципа художественности, поскольку эстетические категории оказались непригодными для освоения современной действительности. Избрав этот путь, режиссер освоился от шаблона литературного мышления и прорвался в область чисто фактического, свободного, от всего на носном. Этого вывода он делает в эфире. Это одна из важнейших, он не забывает, это одна из важнейших, и не самые важные проблемы западного культурного человека, освободиться от шор, наложенных воспитанием, образованием, образованием жизни. Реферат был одобрый, он начал готовиться к экзаменам, но, как уже случалось, после польческого перенапряжения, а он только так и имел работу, последовал нервный скрыв, снова оказался в больнице. В ноябре 1969 года в одном из писем оседён сообщал. Я пишу вам строгие ощущения, такое склонное шум. Вам последнее слово. Это неизбежный эффект трёхмесячного заключения в домах с оперными дверями и окнами с множеством глаз потравлющих каждые ваши жизни. Идёт уже четвёртый месяц, у меня нет слов, чтобы говорить ужас. Охвадочи предмыслили, что я причём она как милый существователь. Такое письмо. Я не интересовался самим больничными психическими болезнями. Но я интересовался, я говорю про себя, творческой судьбой писателей, художников, этими болезнями страдающими и оставившими в мировой культуре свой свет. Сначала много, всё, что попадалось подряд, особенно много было французов написано, но я его поражён, то, что я прочитал в статье немецкого философа и психолога Карла Ясперсова, посвящённом в основном творчеству Ван Гоу. Он так описал наступлении художника в болезненном состоянии. Само переживание жизни становится более страстным, безотносительным, аффектированным, безудержным, естественным и в то же время и более непредсказуемым. Словно какой-то метеор появляется в этом мире с зауженным человеческим горизонтом. И предвещение окружающего, успевая полностью оправиться от изумления, это демоническое существование уже закончилось. Закончилось психозом или самоубийством. В случае Иван Гога, это я спрашиваю, я спрашиваю, психологическое напряжение порождало ту невероятную продуктивность и свободу с красками и масками, которая была подготовлена его цельностью, его страстным, религиозным отношением к искусству. Вот этот центр держал его все несмотря ни на что, он все равно возвращался и делал одно и то же. У меня направление не менялось ни на как. Вот это замечательно, то, что я узнал, именно как раз. И Асперс отвечает жизни Иван Гога любовь к правде, страстные отношения к своему призванию, рациональное восприятие мира и своего места в жизни. Знавшие Риде согласятся, что описание из истории болезни голландского художника может далеко перенести дохарактерическую с внезапных пример психических состояний Грачева. Совпало и время отпущено на зрелый период творчества. 12 лет. У Ван Гога и у них. Ты вот, что это при ней? Вот такого типа. Так, и последнее. Ну, это объясняет очень много. Вот эта правда к рациональности, то, что у Лида было, для меня, наверное, было несколько неожиданно, потому что я как-то шел иначе. Вот любовь к правде, к рационально, отношение к Кислялу, доверие к конкажированным, религиозным, идеологическим концепциям. То есть время держаться вот этой реальности, вот этой. И чувствовать ее очень глубоко, гораздо больше, чем на обычном человеке, вероятно. Вот у Лида, она привела прострастный, полемический характер. Различие было только в том, что если художник, Ван Гог, так считал немецкий философ, в своем творчестве выражал неформулируемый дух, ну то есть брал кисть и стихийно выражал себя, то Крачок свою задачу видел именно в том, чтобы на любви правде сформулировать целостное мировоззрение. То, что сей вот этих статей он интеллигенцию писал. И с этой угрозило жизненное заточение какой-нибудь из всего больниц, если бы не Варюрия Николаевна Кузьмина. В 70-м году, то есть он как раз в 70-м году выходит как бы и строит. Преподаватель русской литературы Института культуры стал официальным опекуном больного пения. В время как Виктор Ачев продолжал спасать страну, ее культуру от бечеловечности, то есть в своем уже воображаемом мире, она спасла мессию. 30 лет было отдана бескорыстная забота о человеке. который он, пребывающий мыслями в новом мире, оценить вряд не был способен. Оставшуюся часть жизнь Инкрачев провел в основном в одиночестве, а последние годы в инвалидной коляске. Но нечтой сломил его характер и его представление о своем призвании. Виктория, автор, побочница попросила его нарисовать маслом или акварелью. Вскоре он объявил, что картинка готова, но хотел бы ее еще немножко доработать. После смерти Грачева работа нашла. На нем был изображен Христос без одной ноги. Гениальность обрекла его на одиночество, максимально на гордый конфликт с небескаруственным конформизмом. Он установил, что советский область жизни это мир круговой пороги, гражданской трудности, пошлости и подности. Он первым установил значимое отсутствие интеллигенции и настоящих писателей и сам стал пионером новой российской интеллигенции, интеллигенции культурного сопротивления, которой стали принадлежать и Солженицын, и Андрей Сахаров, и Диоли Кининов, и Эстер. Радикализация его взглядов совпала с радикализацией нового поколения. Хеленук, Таранзол, Ленашвард, Борис Кудряков, бульдозер на войсках и самезда. Это все возразило в этой рейтболизации данной ситуации. Его сознание ушло туда, где вечно живы миф отца и матери под шедом. Долгое сострадание. А в 1984 году он ушел перед этим сознанием. То есть у него когда в этом борьдовом мире у него очень большую находит игра мать этого и мама. То есть мать, как обнаружилось под записям в этом напарфеле, он ее видел и он ее запомнил как одну только встречу жизнь. Он говорит, он пишет, он говорит, записывает, писал Евра, я же ее один раз так. А отца как мы знаем его вообще не знал. И у него в сознании вот эти отсутствующие, значащие вот они появляются. И он с ними живет вот в этом образальном мире. Точка. Борис Иванович, напомни, когда мы его хоронили в каком-то отрасли в 2004-м. В 2004-м, да? Вот на Георгиевском покладочном восходе того. Там иллюзия памятник того. То есть он примерно с 70-го года все это продолжал? Да, с 70-го года. Там такая вещь. Он непрерывно писал, но это же все по тусторонней меру. У него есть какое-то количество вот этих записей на бумажках на цены и так далее. Они все вокруг одного и того же. Он вампиров он представляет, он сам себе представлял, что он борется. Он находится в постоянной борьбе. Что он борется против значит вот тех начальников он защищает народ. Он значит он видит, что что-то плохо. А почерк менялся? Ты видишь вот эти мачки? Почерк у него такой грубый, такой огрубел, но четкий. Очень четкий. Ну а отец появлялся в более неопределенных виде. Что значит там солнце то есть чем человек говорил еще что-то такое. Но он жил в мире живых предметов. Он например воспринимал пианин на котором он садился на играть как оно звучит. что он свои болезни воспринимал не как свои собственные болезни, а как те, которые приходят от других сил. Вот они сейчас пришли. То есть объективировано все. Да, да. Он все время персонализировал все вот эти самые процессы. Он отдавал приказы иногда. Он отдавал приказы. А вы знаете он кого вообще он знает он установился и говорил вот такое то такое то вот сделано так нельзя так да. Он отдавал как сгучку за это отставил какие то интересы при этом прекрасная память. Он знал кучу стиховарений и велел читать. Причем трудно было кто общался с ним сказать что перед тобой больной человек разрушил сознание. Ничего подобного. общение по мне одно смыслное но он чувствовал что он выходит в другой мир. И там все другое. Вот этот двойной мир вот этот шизофренический мир остался таком что он в то же время не становился идиотом. идиотом. А ты упоминал Люси. Люси помогал и Виктория и Вика и Вика у него остался один я очень хотел бы чтобы мне хватило дуга у меня программитирует один рассказ он называется промежуток то есть получалось так вот вы видите что-то получилось у Яскорца что человек выходит вот эта резкость восприятия рациональное восприятие а потом вдруг прорвал и вот когда он выходит на это у него резкое восприятие реальности наоборот то есть он понимал что реальность как ван Бог когда он оставался и начинал писать там рассвет или деревья или лук там реальность приводила его в норму то есть рассеивая бредовые представления то есть она стала главной покоряющей его и у Рида то же самое то есть у него точно такая же картина я не стал рассказывать у него замечательный рассказ как он разговаривает с вольщевым там и прочее много материала но у него он когда он приходил из больницы выписывался он как бы он уже в больнице начинал чувствоваться реально и у него тогда начинались конфликт с врачами почему он держит почему и вот эта ярость против врачей которые держат он уже все нормально он уже видит все на самом деле его письма ведь смотрите что со мной держит он уже приятно записывать он не говорит о том что там какие-то есть враги у него или чего он уже в мире вещей он пишет там письмо ой я написал написать написку для вас какую-то это ко мне пришел санитар санитар вообще через такое все время события и вот когда он обращался домой то он санитар санитар обращался вот на то что он видит на улице и он переживает вот это потрясающее я понял одну такую мне кажется важную вещь что религия последняя религия которая остается сейчас это есть как раз реальность фактичность это то что мы можем противопоставить любому мифу любому бреду любому любому сочинению почему-то художественное когда развязываете руки и ты хочешь что-то делать рыбом оно приковывает тебя так сказать к истине того что на самом деле существует острота реального восприятия мира это у него как раз так же сильно как у ван-го он описывал дворник дворник и он начинает с ней разговаривать ему интересно что она говорит он пошел в этот свой нормальный мир и когда он в этом нормальном мире начинает анализировать у него получается какая-то гениальная штучка он когда проникает в эту реальность он ее понимает как она идет как она устроена что нас ожидает а его дядя Тома это еще живой? нет он умер старый это недавно недавно но старший он старый был я уже читал я думаю конечно спасибо ну вот и все спасибо большое а ты будешь издавать книжку я не знаю в звезде может дело в том что в моем обеспечении что если в риме сейчас не написать то есть так достойно он проходил может быть отдать со звездой я даже спасал его просто потому что никто в другой не знал по-моему в звезде же хотели эту звезду звезда и поминки были по виду в звезде помнишь тогда я же Олег обещал что идет вы уже подготовили по-моему в зверах в печати я сейчас про эту работу говорю Борис Иванович да 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 ладно не оправдывай дело в том что бед бед для Варии Николаевны которая 30 лет его спасала она совершенно не понимает как он такой она совершенно детский мементарный такой критикодиолог литература вот совершенно так она преподавала слепота невероятна потому что все это двойное оказалось ничего болит из слепки я бы из слепки там для того чтобы прочесть и их слепки и понять не нужно знать Саваева не знаю надо знать Бердяева нужно понять а что было на зале и что писалось что писала Маркуз и так далее но там не цитируют но видно когда читаешь что вот она читана а она то нет и при этом она как здоровый человек она чувствует свое некое превосходство это абсолютно глупость это невероятно оно уже объяснит например я говорю такой эпизод довольно неприятный когда вытаскивали Черников у нее нет а текст который написал Ринкарчук но когда началось это было первое его издание книги это было начало 50-х годов то тогда нужно отбирать и когда ритуал нашу такая книжка готовится он какой-то свой текст сильно изменил причем сама карьера она знает что он изменил хороший текст и сделал его хуже я говорю почему это сделать вы как распоряжались отвечаете за наследство судьбу Рина вы должны конечно оставить это но как он сам изменил то он же право куда автор авторское право я говорю ну вы подумали неужели вы не понимаете что он же вы же знаете что он живет в другом мире совершенно он же в мире где нет не произошло церковь не отменяли там и так далее и так далее и так далее вот когда он узнавшина вся вот самая прискосабливая публикация по церкви он же живет еще там и всегда живет и вы даже это сообразительно спасибо 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 Спасибо.